Забеспечение живу лагадоли якосными кормами и удостатковой колькости – одна из главных задач агропромыслового комплекса. При этом, размовая здесь не только об нарыхтов цитрау. Наш корреспондент Олег Синцюроу наведал одно из старейших предприемств региона по вытворчасти «Комбикормов» – акционерное товариство «Калинкович и хлебопродукт». А про то, для того, чтобы знакомиться с вытворчастью, была и еще одна подстава. На минулым тыдне оно означало 95-годовый юбилей. В середине 20-х годов минулого сагодия часть открытия разнослабленных контор не обменивала этой тенденцией Калинковича. В 24-м наускальку города открылась контора по нарыхтовце зерне. Правда, урожаи тогда отразнивались с участок, а тому для размещения предприемства купило всего трех дробляных складов. Копия сборжа могла находиться в этих складах, все не сказать, тяжко, а с участными объемами перепроцовки те запасы поравновать нияк нилько. В урожайные годы на Калинковича хлебопродуктах нарыхтовываются до 200 тысяч тонн сборжа. За кого вырубляется мука для хлебозаводов и комбикорм для живелых годовли. Правда, летошний не урожай вымысел унести коррективы у планы, господарки золили поставить на комбинат. Зерне меньше звычайного, остатне пришлось набывать на бирже, где цены больше высокие. Для снижения коштов комбикормов и повеличения их конкурентно-здольности на предприемстве реализовали проект, а по яким казали, не как и годовым. В этом году мы запустили парогенераторную, ее запуск позволил нам удешевить гранулирование комбикормов. То есть на порядок дешевле. Раньше мы закупали теплоносители на мясокомбинате. То есть сейчас за счет ввода этого проекта у нас станет дешевле гранулирование, соответственно, дешевле станет комбикорм немножко. Во время заготовки при поступлении зерна на предприятие осуществляется входной контроль. Соответственно, если зерно не соответствует показателям на продовольственное зерно, оно переводится в фураж, то есть поступает на комбикормовые цели. В процессе производства муки осуществляется контроль на протяжении всей выработки. Контроль и отбор пробы осуществляется каждые два часа. За 95 годов деятельности Калинковский комбинат хлебопродуктов изменил некий назвок. Контора «Паштовая скрыня» «Хлебная база», а для при этом перед предприемцем за счет достояла способности одна задача – поставка на рынок продукции высокой якости. На минулом тыне на предприемцы прошел урочистый юбилейный сход. Узгадывали минулые, оказали в перспективах и снуючих тяжкостях, які никому не здаются непереодольными. Олег Сентяров, Йоген Макеенко, телерадо «Компания Гомель», Скалинкович.